продолжаю запись факторио факторио очень хорошая игра куплена через steam с дополнительным музыкальным треком загружаю ой загружаю загружаю начал 19 году новую игру наиграна 3 часа 11 минут версия 0 17 сейчас покажу как оставить маркер на карте здесь я наладил производство красных бутылочек и зеленых бутылочек и я сюда нарисую что потом на карте находить все это красная бутылочка зеленая бутылочка здесь это можно эта маркировка на карте когда я расширю свое владение продукт часы я забуду что где лежит но что будет всяких много фабрик чтобы найти все что нужно можно оставлять маркировки на карте вот так вот очень даже классненько классненький классненький функционал у карты ой загрязнение расширяется и постепенно вот эти жуки попадают все таки мне надо снести вот это гнездо и вот это гнездо вот это гнездо и вот это гнездо надо будет удалить а здесь нужно с углям разобраться я взять уголь вот здесь в двух сундуках не помещается а вот как делается так теперь у меня перекрытие мощности примерно 770 процентов у меня гуля сколько да надо сюда у на рубль сделать подачу угля конвейером не охота его тянуть этот конвейер но это видимо надолго работать сколько у меня 6 лабораторий работает непрерывно 7 но 6 половиной лабораторий работает можно добавить производства зеленых бутылочек конвейеры и инзертер есть поэтому я ставлю смело еще одну зеленую бутылочку так так все постепенно так сделаю с патронами надо разобраться где патроны патронов нет герлок сюда поставлю с патронами я так пришел к выводу что он мне нужен вот эти красные патроны и делать не буду потому что они очень дорогие не до такого режима игры где ресурсов мало потому что красные патроны можно сделать красные патроны там сталь требуется для их производства но это будет дорога поэтому желтенькими обоймами обойдусь подведем ресурсы сначала конвейеры пожалуй потом потом вот это называется масштабирование добавляю сколько надо и конвейеры производит только одна фабрика полсекунды инверте производит одна фабрика после куда производится я время производства продукта означает затраты на электричество чем больше времени уходит на производство как например производство пушек занимает 8 секунд чем дольше производства тем больше электричество нужно потреблять на примере бутылки вот 6 секунд делаются что у меня долго делается все долго все быстро делается здесь у меня пока пока просто простой как крафт простой потом более сложные продукты когда появятся товары более сложные предметы сложнее крафтить дольше покатаемся на конвейере посмотрю каково 4 фабрики 8 офис восемь с половиной лаборатория работает у меня но теперь солнце батарейки открыты теперь нефть нужно или потом не могу это что мне дает красные конвейеры а красные конвейеры дают возможно дадут может мне возможность оградить сделать пораньше как все дорого 20 или 200 дай дешевые сделаю буду просто слева направо как как чтение книжки все исследования буду делать ну все четыре фабрики по производству зеленых бутылок я думаю я на этом остановлюсь 8 с половиной лаборатории загружена полностью и непрерывно нужно приберечь ресурсы для обороны и экспансии сейчас исследования будут у меня со скоростью пули проходить такими темпами где мои патроны патроны сколько их 400 вот это лучше так научные исследования сколько серы бутылочки нужно еще будет найт потом как называются военные научный комплект военный научный комплект для лава для лаборатории но такие исследования с использованием военных научных комплектов я начну не раньше чем закончу все исследования где требуются только красные и зеленые бутылочки патроны есть а пойду воевать ремонтные наборы есть 30 добавлю что еще 30 добавлю и побегу 28 пушки есть патроны я 600 с лишним пойду северных жуков убивать пока производится научные следуя дешевая жуки появитесь не вижу их а вот они появились как делать да просто ставлю много пушек они будут атаковать пушки странный звук это наверное программа так задумала а не ломайте мою пушку она нужно ломать это патрон а пушку сломали я в кислоту в лес пушку сломали я в лес кислоту помогите а пушки стреляют вот опять 100 лет надо смотреть внимательно ой два жука добавим добавим это это добавим но и много жуков давай много жуков так вот по гигантчику да это звук такой странная я думал влаги компьютерная оказывается странный звук просто ну давай на конец тебе так с этими жуками расправился в кислоту лес забывая про кислоту она зелененькая на зеленой траве и особо не видно вот она кислота разъедает мою броню одну пушку потерял посмотрим статистику убийств три пушки потерял показать статистику исследования фабрика будет лучше фабрики в лучшем так еще одно гнездо на севере на нас деревья помощники жуки будут делать между деревьями и теперь вот так сделаем как плюс как просто при такой тактике очень просто даже воевать просто ждешь когда пушка все сделает ремонтировать запас обеспечивать запас поддержку все ой раньше как-то было сложнее я вот не мог додуматься пушки стать пустые в качестве приманок для жуков ставлю пустые пушки для жуков чтобы они в них стреляли все смотрим о это гнездо далеко замечательно радара открывает карту будет смотреть 4 миллиона железо замечательно для начала я вот это железо возьму потом пойду на север за этим железом может быть если на юге ничего не открою внизу юг верху север здесь запад здесь восток ой тут железо я не видел 2 и 9 миллиона а желтенько пушка пушку забыл надо забрать желтенькая . на карте это пушка моя оборонная вещи пушка пор не вижу а вот она чего тут на востоке где-то на западе пушка далеко забыл ее незаметная а и патроны вот куда истратил судя нас патронов 190 обоим камни соберу камень чуть делать может кто гнездо грохнуть что они там себе позволяют размножаться на пойду повою камней много патрон закончится буду камни бросать плюс 33 камня сразу плюс 20 камней а пойду воевать день на востоке на восток как диабли 2 на восток всегда на восток восхититель игра играл несколько лет лес густой лес а мы его наруем нельзя расслабляться жуки могут быть вообще в любом месте они забредают иногда далеко могут напасть неожиданно о много гнезд вот это мой челлендж вот это испытание жил боевая испытание огнем так немножко патронов а он от починить что-то еще туда я починю сейчас как много сломанных подготовка сражение я мне кажется я уже буду справляться с любым количеством урагов так чайник кажется вскипел надо выключить по ней и не спел на вскипел пойду выключу я вернулся смотрю где пушка есть поставлю сюда патрончики пока я не имеют настолько высокого большого опыта чтобы точно прям расстояние угадать поэтому потихонечку буду подкрадываться вот уже сейчас они должны напасть где то сейчас ну давайте мочите вот и много надо пушит от кислоту в лес жуки а вредные жуки посмотрим что вы делаете что вы тут делаете а вам кранты вам кранты так а не убейте не убейте патроны под я потерял кучу патронов нет ни пушку ни пушку ни пушку пожалуйста я ее потерял я ее потерял я патрона потерял я все потерял время убегать так буду играть аккуратнее я еще не проиграл у меня двести патронов последние сколько гнезд исследования научные о можно теперь ландшафт менять будет а а а а г так на страховочную пушку одну поставить сюда 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 вот так и другие пушки потом потихонечку этого хватит смогу нет так эту пушку я поставил как-то надо больше пушек поставить короче я сейчас подумаю как это сделать а вот так вам засада не ожидали гады не ожидали а а распределяете но все вот так я вас и обманул патронов у меня полно кое-что конечно потерял а жукам приходит конец осталось 4 жука осталось 3 жука осталось 2 жука осталось 2 жука так не расслабляемся пушки потеряю неважно битва важна ремонтируем 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 так огромное гнездо гнездовья я уничтожил все потери большие были сравнительно но выигрыш очень большой огромное гнездо уничтожил я замедлил размножение жуков надолго если жуки не размножаются не попадают в зону загрязнения то не нападают а значит мне не надо отстреливаться и тратить океан железа и патронов посмотрим о где пушки забыл где-то где они не вижу а вот одна и еще одна вижу вижу еще гнездо грохнуть ее нет хватит отдохнем или грохнуть патроны есть 288 патронов пушек 13 осталось а повоюем а мы идем на север мы идем на север ночь ночь день неважно what the fuck all night all day what the fuck вот так 20 патронов хватит это у меня запасная такая так ну что подойду сколько у меня тут гнездо немного но подайте мне все равно подойду поближе посмотрим как вы будете да сможете теперь победить помогите они меня атакуют да пушка однако пока вертится затрачивает время на это а а мы дедовую уничтожаем все победа все вот так надо оказывается ой в кислоту улез пушек конечно потерял сколько-то ну несколько пушек потерял где моя страховочная пушка стреляла нет посмотрим я не стреляла ноль ноль убийств написано статистике так это железо я видел это железо я видел камни один миллион восемьсот тысяч медь три девять миллиона так жуки скоро будет гнездо раз жуки появились и они недалеко от загрязнения на востоке пойду я их грохну из автомата пока гнезда нет червей нет главное червей нет если то можно из автомата всех расстрелять ну когда бегу не вижу на мини карте а здесь на карте а далеко на юг надо бежать посмотрим максимальный раз максимальное удаление делаю чтобы увидеть подальше их приготовиться к битве не вижу жуков а вот-вот где-то рядом черви это я червей не добил это они дают звуки такие ну давайте стреляйте плюйтесь вашей кислотой вас то уже не спасет потому что вы глупы вот программисты создатели игры не могут чуть-чуть скорректировать избирательность искусственного интеллекта чтобы черви выбирали опасных врагов стреляли по опасным врагам вот пушки без патронов не опасны были а пушки с патронами опасные а черви не могут этого учесть так сказать баг игры ну ладно пока я думаю не скоро разработчики до этого допетрят исправит такую ошибку досадную и пока нет геологической взрывчатки приходится оббегать обходить все эти скалы через них прократ прокарабкаться нельзя а если жуки меня здесь заперли если бы я убегал от них а ну убежать от них все равно не получится потому что они быстро бегают быстро бегают жуки не подумай что пауки проблема проблема не хватает у меня красных бутылок расширим производство красных бутылочек тогда это добавим одну фабрику где вот она опа всего лишь одной фабрике я думаю хватит так это медь вот пара нужно красный инсертер мне они по другому не получается исследование о о о ну супер печки продвинутый научные исследования называется продвинутая обработка материалов это исследование позволит мне создавать печки из стали и каменных кирпичей сейчас это исследование будет у меня а и надо приступить уже к производству солнечных панелей шестеренки так повернем все готово все а красный где у меня инвертир а я сделаю побольше так этот весь сюда нужен будет так это но это сюда конечно правильно поступаю правильно как все плотненько у меня получается компактно что называется к чему я собственно и стремился к компактности компактности запущено производство красный бутылочек на второй фабрике посмотрим хватит ли должно хватить то или нет еще одно поставить если одной хватило для работы трех лаборатории начат добавить продлим пролонгируем конвейер так как все просто когда повторяешь электричество достает три три фабрики по производству красных бутылочек правиль проползу за конвейером посмотрю хватит ли хватит ли хватит ли под землей то я не проползу чем встал ладно он потягонечку забиваются лаборатории седьмая забилась лаборатория сейчас восьмая забьется лаборатория еще немножко бутылочек 8 лаборатория работают сейчас посмотрю забьется ли девятая лаборатория если нет то поставлю еще одну фабрику по производству красных бутылочек раньше я занимался расчетами сложными сколько надо фабрик для производства того то или другого продукта крафт потом сложный будет очень нет 1р добавить чаду фабрику чтобы забивать на сто процентов девятую лабораторию или хватает хватает все будет избыток бутылочек сейчас я посмотрю на конвейере останется лишняя бутылочка красная если останется то у меня их профицит подожду чуть-чуть что-то не появляются значит прям в ноль в ноль получается один к одному производство красных бутылочек потом у меня ускорится производство науки то есть эффективность лаборатории увеличится потом со временем добавлю к ты я сейчас уже еще одну фабрику пока чтобы был небольшой профицит излишек продуктов сюда сюда все электричество провожу ура заработала теперь у меня 4 фабрики с красными бутылочками я обеспечил профицит железа хватает железа не хватает железа не хватает конечно откуда же ему хватать закончился уголь так я пошел за углем так ну пока что я успеваю ногами бегать и вручную восполнять уголь в печках и поэтому нет необходимости это здесь автоматизировать проводить конвейеры это сложно и временно нужно сейчас уже я буду делать наверное скоро а может и не буду печка то у меня есть уже улучшенная вот сейчас появились они эффективнее ну да надо бы их ставить следующее научное исследование увеличим о сигнале логические схема у меня появляются точнее ну да электрические схемы можно уже логику машинам создавать умное поведение сигнализацию можно ставить и много всяких других примочек так здесь у меня железная руда закончилась железная руда закончилась на двух на трех майнерах вот так железо и заканчивается на трех майнерах закончилось железо надо восполнить где эти майнеры вот они раз два три печка поставил лучше сразу а почему нет я не сталь а кирпичи нужны что он брыкс вот такая пригодился а пока не буду потом заморачиваться не буду сейчас потом заморочусь угля стране отдаешь стране угля а теперь конвейер подвезу а теперь и так 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 вот она проводим электричество и она опять заработает у меня надолго можно опять долго не париться по поводу железа сейчас производство железа восстановится в прежнем объеме так кирпичи надо делать но поставлю кирпичи сейчас производство кирпичей надо поставить как делать то я могу их делать так-то в печке можно только делать маяр пожалуйста мне один сейчас майнер будет добывать камни из камней будем делать кирпичи непрерывно ой так майнер есть они майнер ставим майнер он мне будет направлен на север от майнера сразу в печку такую печку загружу углем и эту же печку сейчас я поменяю электричество вот электричество сколько надо у меня кирпичей сколько надо кирпичей на одну печку 10 а подождем пора и сделаем 10 печь 10 кирпичей вот научные исследования закончились сейчас я другие выберу стена а ворота ворота у меня появится 100 бутылочек нужно чтобы ворота сделать получить исследование так 5 кирпичей готовы 6 кирпичей готова 7 кирпичей готова 8 закончен 9 10 все печка пара появись печка появись попробуем сейчас испытаем апгрейд планер заработает он или нет и чё кружочек появился еще в общем вручную славить какая приятная новость эта печка не только эффективно меньше угля тратит но еще она и не занимает много места занимать столько же места сколько это печка как хорошо еще одна каменная печка сейчас мне будет стальная печка это называется стальная печка она производится сколько времени она производится 3 секунды ну куда я ее поставлю сейчас а в любое место сюда буду по одной заменять вот она очень эффективно до раз быстрее всего жарит и ой таким образом количество железа у меня 2 и угля меньше тратит точнее столько же но в два раза быстрее в общем в два раза и 50 процентов экономия угля так железа хватает сейчас посмотрю нет везде лишний если везде лишнее железо значит его профицита а профицита нет сюда не хватает железа мне для производства патронов а еще о еще печки надо делать может конвейер отдельно поставить эти конвейеры не забиты у меня сейчас я посмотрю от майнеров конвейер пока еще не сильно забит но можно подумать уже а у меня же есть уже другие конвейеры красненькие нет сейчас появятся красненькие конвейеры я сделаю апгрейд всех этих желтых конвейеров на красные поменяю надолго и синие конвейеры самые лучшие они появятся у меня не скоро они очень быстро у них скорость 40 предметов в секунду в этих только 15 предметов в секунду посмотрим теперь хватает железа здесь пока все расходуется сколько патронов то 700 класс и меня нужны пушки теперь я все угрохал железо так это все надо спрятать сундук спрячу все сундук и пушку пушку здесь надо поставить обязательно немножко патронов пойду за железом а сундук поставил сундук спрячу лишнее вот это я спрячу мне не надо то есть дерево и не надо столба есть этнические пойду за железом железо железо дайте мне железо построю много пушек стек 50 пушек стек 11 но еще немножко дача я все заберу сколько пушек медь нужно и заменил медь явись воль закончился классно сейчас везде будет уголь кончатся медиана чуть-чуть пушки появитесь ой 60 лишь кого 1 2 3 4 еще 20 и хватит 1 стека достаточно 11 с пушками достаточно пока что так сюда поставлю пушку забываю что-то я про оборону свою чуть-чуть патронов экономия так сюда пушку поставить или не надо прикрывает прикрывает но я все-таки поставлю пушку мало ли что а и тут пушка есть но будет еще так как у меня территория открывается территория открывается медленно но у меня уже в распоряжении 4 6 7 с половиной миллионов железо и тут еще 7 миллионов 600 тысяч железо в моем распоряжении шаговой доступности можно сказать что-то юг не открывается у меня радаром ну что радар какой квадратик откроешь светлый посмотрю радар покажи светлый квадратик где откроешь раз в 40 секунд радар открывает белый квадрат прошло 40 секунд нет так исследования радар странно радар работает так исследования следующие двигатели можем двигатель делать все по очереди сейчас сделаю где радар электричество не хватает опять медленно работает просто не хватает ему электричества надо поставить еще паровые машины и бойлер открыл и тут у меня только лес он тихонечку будет открывать посмотрим что у меня с бойлерами неужели придется еще оставить более да все таки количество а уголь закончился уже опять как же быстро это все происходит ну пойду забью два сундука углем побегаю не хочу конвейер проводить пока рано и защищать надо конвейер на всю длину надо защищать что жуки будут от атаковать фрагменты конвейера надо ставить пушки везде где на протяжении конвейера а так я сбегал несколько раз все тут мне много посмотрим тут много угля осталось сколько собой взять ну еще полный нентарь возьму хватит угля надолго опять да у меня железо полно поэтому проблем такая слишком много железа спрячу я железо сундук излишек железа вот в этот возьму с собой оставлю с собой чуть-чуть на всякие нужды вот так вот вот теперь у меня конкретно полный инвентарь а сундуков у меня нету придется излишки угля тащить обратно ну ладно обойти надо обошел нормально излишков угля нет у меня лаборатория лишняя а я ее поставлю раз лишняя лаборатория есть почему бы и не поставить видимо я решил когда ты ее поставить поэтому сделал лишнее пойду поставлю чаю с собой таскать еще наука танки и жутки жидкие танки для нефти или для нефти продуктов и для газа танках можно хранить газ петролиум либо нефть сырую либо нефть тяжелую либо нефть легкую 10 у меня сейчас я посчитаю сколько у меня лабораторий как посчитать лабораторий то вот так синий написано 10 все и обратно 10 лабораторий ну чуть-чуть бутылочек не хватает я не буду сейчас их продавать потому что у меня был перебой с железом с углем был перебой он сейчас надо набрать угля заполнить печки пара опять угля не хватает однако а хватает печки много не потребляют я забыл пойду некоторые печки поменяю уже пушек я сделал пару стеков оборонных пушек излишки угля отнесу не нужно с собой мне таскать так у я пока хватает не буду больше опять исследования вон сейчас линейтарь увеличится пояс инструментов я исследую сейчас на чем я остановился я остановился начал вспоминаем а на печках сейчас каменные печки поменяю на стальные о 10 стальных печек сейчас будет три секунды за печку время ставить печки 3 сейчас я подожу пока не все произведутся и поменяю некоторые то есть но все в огне но уголь готовы печки поменяем ой вот эти любые меняю со временем все будут электрические печки больше меня занимает надо все перестраивать вот так еще потом 10 печек делаю или кирпичи надо в сундук складывать сундук сделаем стальной уже а я уже богатый можно делать стальные сундуки они больше вместимостью но дороже намного время делать инзертеры вот такой большой сундук у него огромный инзарь раз два три четыре сорок восемь ячеек 48 стеков помещается в стальной сундук теперь меня надо сделать что я забываем инзертер закончились 41 штучка пока не будут производиться я буду смотреть карту сейчас радар у радар здесь что-то следовал радар покажи себя крутится радар и следует местность покажи а вон на юге показал на юго-востоке квадратик ну ничего интересного пока ну давай еще покрутить где он я радар вон крутить радар сейчас я квадратик откроет ну еще квадратик открыл дальше на юг ушел к не показал вот я вижу камни железо меди нет уран я нашел теперь уран 303 тысячи урана уран нужен для артиллерии для топлива для чего еще топлива для атомного реактора и топлива для чего не знаю не помню нужно но для поездов то может быть пригодится для поезда пригодится ядерное топливо можно использовать для для топки паровоза у меня у меня же паровозы не электрические поезда в игре факторио только паровозы нет электрических поездов но паровозы могут работать на ядерном топливе а железо уже не хватает поставлю еще одну фабрику а нет не фабрику поставлю два майнера еще железо вот сундучок железа у меня пригодился майя ров дай два три три мая печки и все и это хранилище железо у меня заканчивается исследование от эффективность лабораторий увеличиваем насколько увеличится на 20 процентов на одну пятую часть это получается 10 лабораторий будут работать как 12 с эффективностью 12 и бутылочек будет не хватать мы ничего страшного они у меня подкачивают энергию нет джейн power нету значит они просто если она бездействует то она не ворует энергию электрическую а фабрики воруют два с половиной киловатта ну не очень много так ресурсов хватает сюда смотрю конвейера хватает инзертером хватает одна фабрика с конвейерами и одна фабрика с инзертерами вдвоем они обеспечивают работу четырех фабрик с зелеными бутылочками как замечательно на фабрику с конвейерами на поставить уже а на юг я буду фабрике на юг ставить последняя фабрика конвейеры давай производить красные ну я хочу не открыл рано но скоро как там насчет стальных печек пора уже десяточек сделать ну на 11 штучек 33 секунды на производство 11 стальных печек майнер я сделал да сейчас поставлю майнеры 1 майнер 2 мая 3 мая этот я повернул нет не буду поворачивать место для печек не будет печки появитесь раз два три еще печки надо поставить стальные вместо каменных все все каменные печки я заменил больше каменных печек не нужно но кирпичи будут производиться дальше так на наш конвейер еще повести к вере заканчиваются на конвейеры делать так 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 потом так а потом так а потом это угля даешь стране угля даешь электричество я я добавил три майера с железом и стальные печки пойду на восток захватывать железные залежи а пушку поставить не забываем про защиту про оборону а то будут потери от жуков неприятные потом все восстанавливай так защита конвейер жизненно необходимыми сейчас сейчас будут эффективные у меня лаборатории не нужно сделать конвейеров больше теперь кирпичи 47 кирпичей пушку пушку сейчас они будут быстро работать лаборатории пригодятся избыток зеленых бутылочек пригодится нефтепереработка старт давай где же у меня ой не скоро еще вот они конвейер красная после этого после этого это у меня будут урон от гранат увеличится ой что я натворил нету нажал старт на одну пятую быстрее будет теперь научные исследования проходить но увеличивать увеличивать производство бутылочки не буду потому что на это уходит много ресурсов ресурсы сейчас нужны на понадобится скоро на производство красных конвейеров на производство на красные конвейеры нужны будут в большом количестве ну это не скоро будет так может повоевать а жуков вообще нет на карте как здорово может радар добавить тогда даже не знаю что и сделать о излишек железа пожалуйста и много-много патронов взять что еще нет хватит для хорошей серьезной войны этих патронов хватит пушек много 41 пушка радиус действия 18 метров у пушки но на старте игры кажется большим радиусом лазерные пушки имеют больше радиус кажется 25 намного больше а огненные пушки которые напалом стреляют у них дальность 30 я их еще не испытывал ни разу не применял они вообще есть у меня здесь пока нету радаров что еще добавить добавлю я радаров несколько дайте мне железо радаров поставлю 1 2 3 4 4 радар поставлю временно потом их удалю чем больше радаров тем быстрее открывается черная пелена и можно будет потом вообще убрать радары не знаю даже зачем они потом нужны ну радар на ра может открывать жуков не знаю или так открываются так можно увидеть это радар не нужно чтобы видеть на на изведанной территории чтобы увидеть появление жуков радар не нужен будут красные точки на карте где их поставлю в любом месте поставлю вот здесь они не загрязняют это пожалуй единственное что шевелится и не загрязняет окружающую среду электричество не хватает пушку поставлю во всякий случай ну посмотрим что у нас с бойлера минер уже не хватает бойлеров надо байлера уголь хватает один сундук они суду к гуля уже пустой здесь здесь или воды не хватает не хватает воды не хватает что воды хватает да не хватает пожалуй не понимаю чего не хватает что он сейчас тупит так что мне сделать я так понимаю он работает на всю катушку бойлер надо поставить попробовать еще один бойлер так научные исследования не забываем делать это что такое любриканты можно делать из нефти продуктов сделаем любриканты и поставлю еще бойлер один а или два сразу два бойлера чувствую мне еще много электричество понадобится и шесть паровых турбин и угля много понадобится побегаем здесь пушка 25 обоим хватит потому что я не знаю будут ли здесь вообще нападать когда-нибудь когда на какую-нибудь пушку будут нападать жуки ну тогда эту пушку буду усиливать патронами начнем установку так где у нас пар вода пар вода пар вода поставлю какую то я помпы помпы их нет необходимости ставить но я их все равно поставлю насосы труба есть все есть нет тут нет сделаю немножко все готово помпа и помпа раз все таки надо подземные трубы ставить если есть ресурс для этого потому что бегай обходить эти трубы которые если по земле кладешь трубы их надо обходить а так бегай просто пар пар к паровым турбинам раз два три и здесь раз два три подведем сюда труба сюда да еще несколько труб труба сюда все пар воду подвели теперь топливо сундуки два стальных сундука я сейчас поставлю которых нет стали нет сундуков нет пошел я засталью беготня ну пока я бегу научные исследования производится так подойдем к красным конвейером которые я так долго жду исследования исследования так горючие материалы следующее исследование флай мэблс горючие материалы где сталь запасы стали вот они запасы стали возьму всю да инвентарь большой так сделаю пять стальных сундуков для начала так и теперь я уголь уголь прихвачу где уголь где уголь я забыл вон он на север все это значит что надо поставить еще четыре майнера с углем чтобы они производили уголь мне куда я иду сюда мне надо сундуки поставлю ой вот сюда раз сундук два сундук сюда раз сундук два сундук инзертеры загружаем сундук пока ненадолго майнер потом сделаю красный красная стрелка красный треугольник с молнией значит что нет доступа к электричеству а теперь есть заработали еще два бойлера так пары не хватает ему как так а здесь тут пары не хватает ну видимо так и должно быть а здесь а здесь и тут пары нет в общем весь пар уходит в паровые генераторы поэтому в бойлерах не накапливается пар вот он в паровых генераторах пар и если мы по трубам проводим пар то по мере удаления от источника от бойлера в этих трубах пар будет остывать к чему это приведет я не знаю наверное к остановке к эксплуатировке он перестает двигаться по трубам наверное так электрический двигатель открываем ставлю 4 майнера с углем и 4 стальных сундука надо сделать для них сделал майнеры майнеры так 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 уголь собрал отсюда да где майнеры то так так сюда 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 сундучок сундучок теперь мне нужны запасы добытого угля не значит что я буду сразу тратить его но мне нужны запасы его он так легко и непринужденно я удвоил производство угля вот этот майнер раз закончил добычу угля на этой площадке у него осталось 120 единиц угля всего лишь так так пойду так пойду отнесу лишний уголь оставшийся к бойлером к бойлером к нижнему бойлеру отнесу отнесу здесь меньше всего угля краясные конвейеры поставлю потом уже солнечные панели начнут начнут производить там нужно стать для них в большом количестве затраты железа посмотрим как лаборатории справляются перемалывают бутылочки о, профицит пока есть бутылочек красные бутылочки зеленые бутылочки остались лишние 10 лабораторий забиты 10 сейчас я почитаю опять убедись до 10 посмотрим теперь как работают радар его электричество у них достаточно боюсь открывать карту они открыли уже очень много вот сразу по 4 квадрата открывают воронка искал вот так быстро 4 радара открывают карту жуки будут нападать близко они близко к району загрязнения я поставил еще два бойлера загрязнения расширится надо убивать жуков на юге пошел немедленно сколько я играю 76 минут я играю не мало на войну ура за родину а это их родина это я инвалдер захватчик пришелец из космоса ведь игра начинать с того что космонавт терпит крушение попадает на чужую планету враждебную на которой живут жуки я на этой планете развиваюсь загрязняю ее а жуки пытаются защитить свою планету моя миссия уничтожить жуков испа и запускать ракеты начнем уничтожать жуков плохих для меня они плохие нападайте мне все равно а теперь патроны а не спешите вы исправитесь у чуть не опоздал ой 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 скорее скорее все победа ценой нескольких пушек несколько пушки я там потерял я посмотрю какие сколько пушки я потерял ну это видно вот они останки пушек ах ты напал на меня ух ты какой все территория очищена урана два с половиной миллиона тут железо так это и железы открывал давно давайте радары открывайте а исследование не забываем преследование ну-ка усиление взрывчатки повышение урона гранатами 25 процентов ну где радар это работают сейчас открою тут здесь наверно 4 радара вот-вот-вот открывают вот так вот еще что ли поставить радаров мало чего пока делать нечего поставлю еще радаров электричество есть еще 5 а потом когда они все откроют территорию ну я их посношу по удаляю они больше ни для чего и не нужны пока что еще радар полезен при дистанционном строительстве на карте можно отдавать строительным роботом приказы строить всякие объекты с помощью радаров потому что радар позволяет видеть на на карте объекты карту территорию ну давайте разор появитесь ну-ка как открывается 10 радаров получается да у меня всего работает и сколько они потребляют электричество 3 мегаватта у меня не мало электричество не потребляют ну как быстро работают тык дальше что мне нужно а посмотрю сколько электричество за час продукция электричество у меня увеличилась конечно вот с этого значения вот на это 6 мегаватт я произвожу работает 12 паровых турбин и я могу обеспечивать 12 мегаватт электричество как здорово все просто жду просто я жду пока научные исследования закончится или все-таки красные уже конвейеры делать ладно сохраню этот результат запущу уже ускоренная логистику красный конвейер мне нужны сколько стоит бутылок 200 бутылок подождем немножко устал немножко я отдохну остановлю запись сохраняюсь всего у меня playtime 4 часа 29 минут все останавливаю запись